Итальянский альпинист Симоне Моро и Тамара Лунгер покорили наивысшую точку Якутии и северо-востока России. Первое в истории зимнее восхождение на Победу завершилось удачно. До вершины горы они дошли за 7 часов. Победа, все пошло отлично. Они завоевали вершину и сделали то, что еще дома им казалось невозможным. В 15.37 11 февраля Симона и Тамара стояли на высочайшей точке Якутии и северо-востока России. Во время восхождения шел снег. Температура воздуха минус 50 по Цельсию. Путь до Победы был непрост. Тамара иногда лучше этого не знать. И, как утверждает Симона, то они не смотрели, какая температура. Они, более того, сказали, что все пошло очень быстро. Они не останавливались ни на секунду. Это было просто восхождение в режиме нон-стоп. Альпинисты на Буранах выехали из села Сасыр до стоянки оленеводов. Оттуда на лыжах дошли до базового лагеря. По словам Мора и Лунгер, они благодарны оленеводам и всем тем, кто помог им в реализации экспедиции. В первую очередь Федерации альпинизма и скалолазания республики. Я помогал непосредственно на местности сориентировать их по маршруту и по району. Они еще хотели бы сказать большое спасибо всем местным жителям, жителям Сасыра, Павлу нашему водителю и оленеводам, которые помогали нам добраться до пункта назначения, то есть почти до Горы Победы, потому что их помощь оказалась очень важной. Гора Победа стала еще одной победой в копилке известного альпиниста. Всего итальянец покорил 8 восьмитысячников, среди которых Эверест, Броудпик, Гашербрум и другие. А высочайшие точки на хребте Черского узнал недавно и сразу загорелся мыслью приехать в Якутию. Два года тому назад мы делали экспедицию на хребет Черского, которые сделали первые альпмаршруты, которые вошли в международный реестр. И альпинисты всего мира знают о наших маршрутах. Симон узнал, что есть самый холодный регион, и стал искать горы и нашел информацию. Восхождение итальянцев войдет в историю мирового альпинизма. Уже сейчас внимание многих мировых СМИ приковано к пику Победа. Кристина Якупова, Григорий Охлопков, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова